Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами будет актуальный сюжет на тему обслуживания наших автомобилей. Все те, кто давно подписан на канал, знают, что с момента покупки этой BMW я начал вести про нее дневники. Напомню кратенько, но быстро. 2016 год, задний привод M-пакет 2 литра бензин. Покупал я ее тогда за 1 миллион 700 тысяч рублей с пробегом 37 тысяч километров. На сегодняшний день 81 тысяча километров пробега, и я продолжаю ездить на этом автомобиле, обслуживать и тратить на него деньги. Прямо сейчас мы с вами переместимся в один из сервисов неофициального дилера, где сделаем техническое обслуживание. И я вам в цифрах покажу, сколько это стоило условно вчера и сколько это стоит сегодня. Где вас запросто могут обдурить с ценами на комплектующие для вашего автомобиля. Я вам покажу пару живых примеров, потому что это не кликбейт. Будет прикольная ситуация, когда человек, владея дорогим автомобилем, решил немножко сэкономить денег, и к чему это все дело привело. Короче, для всех автомобилистов, подчеркиваю, этот сюжет будет полезен и актуален. Потому что здесь вы можете моделировать ситуацию под себя и думать, что вот, если ты купил сегодня BMW, Audi, Mercedes, любого другого немца, с чем ты можешь столкнуться в реалиях, от первого лица рассказываю, как владелец автомобиля. В общем, без промедления мы начинаем прямо сейчас и первым делом переносимся с вами на сервис. Сейчас самое интересное это поговорить про цены. Потому что когда мы передвигаемся по различным официальным дилерам, общаешься с ребятами, многие отмечают, что у официалов техническое обслуживание пройти можно, но цены стали просто космические. Прямо сейчас здесь я вам еще один прикольчик расскажу. Ну, в первую очередь, вот наша ситуация. Машине в этом году исполнится полноценных 6 лет, пробег 80 тысяч, я масла меняю раз в 7,5, край 8 тысяч. Бывает пораньше, бывает там в 6 тысяч. Все от того, как езжу. Значит, на сегодняшний день вот литр масла стоит 1600 рублей. Я вам сейчас буду прямо называть копейка в копейку. 1616 рублей раз. В силу того, что мы берем 5 литров, это 8080 рублей. Далее, фильтры масляные, воздушные, салонные. Вот это самое интересное. Он мне пишет даже, смотри, год назад ты покупал фильтр масляный за 680 рублей оригинал, салонный за 3681 рубль. Вот я не знаю, в чем там уникальность, но именно оригинальные салонные, воздушные фильтры, они улетели куда-то в космос, потому что сегодня оригинальный салонный фильтр стоит, внимание, 19106 рублей. Еще раз, 19106 рублей. Конечно, когда ты приедешь к официалу, тебе дадут цены на все оригинальное, можно охренеть. И как делают многие люди, владельцы X5, X6, X7 новых, просто-напросто берут и машины свои, продают в силу того, что ничего себе, что мне теперь за ТО платить по 60, по 100 тысяч рублей? Все в шоке. Хотя, на самом деле, ничего сложного нету. Почему? Вот два фильтра-аналоги. Значит, один из них это салонный, другой из них это воздушный. Сразу встает вопрос, а в чем же разница? Ну, в первую очередь, разница начинается с цены. Я покупаю фильтр салона угольный, в упаковке две штуки, по цене 3168 рублей. И фильтр воздушный по цене 1674 рубля. В чем техническая разница? Значит, кто смотрит регулярно канал, помнит сюжет о том, как мы с тем самым Саней резали оригинальные фильтра и аналоги. И ключевая особенность, например, салонного фильтра заключалась в том, что там заметно больше угольной крошки. Это действительно так. Встает вопрос, а почувствуешь ли ты работу вот этой самой заметно большей угольной крошки? Я думаю, что нет. И многие из вас это писали в комментарии. Касательно воздушного фильтра, там разницы, в принципе, не замечено было вообще. Если проводить целую экспертизу, возможно, какая-то разница ключевая есть, но при таких ценах я могу каждые 5000 км без проблем себе менять фильтра и останусь еще только в жирном плюсе. Это пожалуйста. Это мы сейчас дойдем чуть позже. Виталий, покажи, пожалуйста, вот с этого ракурса им вот этот шикарный автомобиль. На вашем экране BMW X5 2016 года. Есть замечательная поговорка. Доверяй, но проверяй. И вот вам живой пример. Касается она абсолютно всех, кто хочет купить как новый автомобиль, и в частности автомобиль с пробегом. Зайти почитать объявление. Машина в идеале, не бита, не крашена. Один владелец. Практически новое состояние. Приобретение автомобиля, покупка не из дешевых. И, например, если хотя бы один элемент будет на автомобиле крашен, то в дальнейшем эта просадка в цене 20-50 тысяч рублей. Кто как с вами торгуется. Именно поэтому я вам настоятельно рекомендую приобрести себе толщиномер от компании Corsys, модель 816 Pro, который изначально был разработан специально для автоподборщиков. Цена данного прибора сегодня 6500 рублей. Но можно купить его со скидкой в 200 рублей. И вот эта малышка поможет вам проверить автомобиль в считанные секунды. В комплекте идет все самое необходимое, в том числе чехол защитный. Сам по себе прибор уже откалиброван и готов к работе. Но, если вдруг что, для калибровки в комплекте также все лежит. Работа элементарная. Включаем, прислоняем, 93. Количество микрон показывает. Вот вам живой пример. 199. По-хорошему это говорит нам о том, что капот крашен. Но у меня капот идет с защитной пленкой. Поэтому показания расходятся. Но вот на это нужно обращать внимание. Он работает со всеми видами металлов, которые применяются в производстве автомобилей. Здесь есть специальный режим, с помощью которого вы можете проверить даже вот такие вот изогнутые части. Отлично подойдет для тех, кто хочет купить себе, например, гелик. Проверить с ним можно машину досконально от и до. Он работает во всех температурных режимах. Даже если вы живете на севере, где минус 30, 40, 50, он будет работать. Таким образом, приобретя вот этот маленький приборчик и имея его с собой в кармане, никто вас уже обмануть не сможет. Поэтому все те, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом, вот этот прибор CarSys 816 Pro вам просто-напросто необходим. Потому что вы насмотритесь, поверьте мне, пока будете кататься и искать тот самый автомобиль. Ссылочка на прибор, все подробности по нему ждут вас в описании. Заказывайте смело и не дайте обмануть себя при покупке автомобиля. Значит, интересный момент. Вот рассказывает Андрюха, владелец сервиса, что человек позвонил в апреле, говорит, надо поменять масло. Говорит, да, без проблем, на твой автомобиль на тот момент 1 литр масла стоил 4 тысячи рублей. Он говорит, что-то 10 литров что-то заходит. Короче, они посчитали, там вышло за все про все порядка 40 тысяч рублей только вот замена масла. На что человек говорит, ни хера себе. И решил поискать сам. Внимание, поискать сам. И нашел точно такое же оригинальное масло по цене 800 рублей за литр. Ну, шикарно, ничего себе. Сэкономил, приехал. Ему все залили, сделали. Машина уехала в апрель месяц. Наступает май, хорошая погода. Решил дядька прокатиться. Включился в свои спортивные режимы. Как дал и бциньк. Мотор заклинил. И вот сейчас он висит. Здесь уже практически закончилась капиталка. Ценую, ребята, в 1 миллион рублей. Вот конкретно эта работа, которая здесь проделалась. 1 миллион рублей. Важный момент, что вот этот X5M, он куплен первым владельцем. Единственное, на нем реальный пробег 60 тысяч км. И вот то, что вы миллион отдали за ремонт, ну, он в частности отдал, это все в оригинальной делали. Ну, расскажи кратко, что случилось-то? Ну, в чем проблема? Ну, мое предположение, то, что так как масло было, скорее всего, левое. Да, левое. Вот, у него задрало шейку 7-8 цилиндра. Потому что остальные, если бы исключить масляное голодание, то было бы задиры по всем шейкам. То есть по корню и по остальным. Ну, так как задрало только 7-8, мое предположение, что самые нагруженные цилиндры 7-8, они самые дальние. Вот, и температурный режим был высокий, так как он въехал на больших оборотах, прежде чем он заглох. Слушай, а он что говорит? Он, получается, ехал на скорости, поймал клин или как? Нет, он как бы резко стартанул, наверное. А, просто газ нажал, и куда бы ни поехали. И ехал, но так как есть подозрение, что он, в принципе, хозяин сам говорит, что не переключил лепесток вовремя. То есть он как бы в отсечке бился мотор, и потом он переключился, и проехал буквально метров там 50, может быть 100, и мотор встал. Короче, Андрюха еще в процессе общения говорит такой, ну, это все из-за того, что вот он на нем гонял. Но при этом мы стоим ржем, типа, а как на нем еще есть, май обслужил тачку X5M, для этого он ее и брал, чтобы гонять. Андрюх, расскажи людям, что сейчас в реале происходит с точки зрения технического обслуживания. Вот мы с тобой общаемся, ты говоришь, что ряд людей, которые обслуживаются у официалов, офигели о цен, и приезжают сюда. Как это происходит? Ну, как происходит, как бы, те, кто обслуживаются у официалов, они всяк потихоньку стали сюда приезжать, да? А те, кто обслуживаются у нас, ну, особенно это касается машин, там, первая серия, третья серия, ну, бюджет вариант, там, 116, 316, 318, ну, самые маленькие. Они вообще исчезли, то есть их... То есть, короче... Какой сын, как будто они поставили в гараж, чтобы там, например... Не-не, это, короче, знаешь, это следующий этап, когда они уже будут приезжать, и уже их тачки будут висеть на подъемнике, потому что, как бы, нужно будет им что-то капиталить по полной программе. Ребята, вашему вниманию, Е70, 3 литра, бензин. Машина, если не ошибаюсь, ребята говорят, 2008 года. Человек ездил, передвигался, у него загорелась ошибка, то, что идет повышенное давление масла, но он при этом продолжал кататься. Таким образом, нарвался тоже на заклинивание мотора, и сейчас ему делают капиталку. Значит, они применили сюда в силу того, что машина взрослая, и денег, я так подозреваю, нет желания тратить на все оригинальное. Здесь по элементам часть какая-то идет оригинала, где-то что-то, говорят, с разборки взяли, что-то здесь идет новое, но хороший аналог. Короче, суть до дела, обошлась ему поломочка в 400 тысяч рублей. 400, пожалуйста. Поэтому, когда что-то где-то загорается, когда ты что-то покупаешь, вот не просто так вот, вдумайтесь, из раза в раз, из раза в раз, говорят, следите за тем, какое вы льете масло. Это очень у вас важно, то есть следите за техническим состоянием автомобиля, это очень важно. А вот кто-то допускает, типа побегает еще, а потом, вот, пожалуйста, человек крутит, вертит, уже, говорит, скоро собирать обратно будем ставить. Сервисы вот подобные, и вообще, когда вы загоняете машину, если вдруг кто-то не в курсе, принцип работы одинаковый везде, что здесь, что у официалов. Вы загнали, сначала вам считали ошибки, дальше подняли вашу машину на подъемнике, посмотрели ходовку, слава богу, никаких нареканий нету, колодки все в хорошем состоянии, потому что, на самом деле, тоже езжу на автомобиле бережно, то есть у меня нет этих вот резких разгонов, торможений. Ну и в целом, слава богу, еще раз говорю, что на этот раз машина никаких сюрпризов не выкинула, и пока что, вот, за исключением передней подвески, вот, честное слово, ребят, никаких вот нареканий у меня, как у владельца нету, что где-то что-то поскрипывает, пищит, течет, капает и так далее. В целом, в целом, все, слава богу, работает исправно. Ну и, собственно, провели технические работы, все, спустили, уехали. Минусы какие? Ну, это, как бы, большой гараж, и все, а там, ну, круто, но там и ценник совсем другой. Вот вам шикарный, просто-напросто, пример, когда ты решил сэкономить. Иди сюда. Дальше. Сейчас мы сделали диагностику моего автомобиля. Единственная ошибка, которую он показывает, это неоригинально установленное устройство головное, простыми словами, НБТ, китайское, которое поставил еще первый владелец. Напоминаю, он этим профессионально занимался, поэтому он поставил на свой автомобиль для того, чтобы тестировать, смотреть. Короче, он эти вещи продавал. Работает без претензий, подтормаживает в силу своего возраста, и то, что некоторые задачи ставишь, она чуть-чуть глючит. Но в целом, включить YouTube можно, музыка и так далее, это вообще даже вопросов никаких не возникает. Остальные мне, Андрей, говорят, типа, радуйся, ошибок больше нету, никаких там, коробка исправна, мотор исправен, то есть все. Диагностик показал, что машина шикарна. На предыдущем техническом обслуживании я начал жаловаться на то, что он стучит передняя подвеска. Посмотрели, было выяснилось, что хромать начал стабилизатор, а именно втулки, они износились. Значит, вот так вот, ребята, выглядит оригинальный стабилизатор передний на BMW в сборе. Цена которого сегодня, я его покупаю по цене, 38 тысяч рублей. Когда я на предыдущем ТО спрашивал, сколько стоит, это стоило 50 тысяч рублей. Но ребята говорят, что раньше подобный элемент стоил 19-20 тысяч рублей. Вот так вот изменилась цена. Когда я его получил, честно скажу, я немного ожидал что-то более навороченное, а не вот этот вот турник, на котором можно неплохо качаться узким хватом. В чем фишка и особенности, вот такие, знаешь, они кроются в деталях. Вот смотрите, до этого мы покупали втулки отдельно от кузова Е90, если не ошибаюсь. Вот сама по себе втулка. То есть что делается со временем? Почему стучает начинает? Показываю поближе. Вот эта часть оригинальная именно для F10, она здесь специально проклеена. Соответственно, когда она расшатывается, вот идет неприятный звук, стук в подвеске. Можно заколхозить, каким образом? Вот эта срезается, одевается вот эта часть, проклеивается и поехал. То есть разница заметна на лицо, она больше, она шире. Но люди говорят то, что уже практика есть. Ставят, меняют, вопросов никаких. Народ уезжает. При этом вы же мне писали в комментариях, что Дима, ну кто владеет там, 2-3 тысячи кмэ и опять все начнет стучать и так далее. Вот две втулки вот эти тогда обошлись по цене что-то 2800 рублей. Могу ошибаться, но какая-то сумма была вообще незначительно невысокая. Я задаю вопрос, Андрюх, говорю, ну ты занимаешься, в чем разница? Говорю, ну не просто же так. Люди с завода специально как-то проклеивают все это дело, делают, собирают. То есть в этом смысл свой есть. Поэтому я решил в этот раз не экономить. Думаю, давай-ка махнем и поставим сразу оригинал. А на старый стабилизатор я как раз-таки одену вот эти штучки, втулочки, и выставлю его нахрен на продажу. А вот сейчас для объективности здесь начинаются детали и нюансы, на которые стоит обратить внимание. Мы поднимаемся с Андреем в офис, там сидит его помощник. Я говорю, слушай, давай посмотрим, почем вот у вас стоили бы запчасти, если бы я покупал. Открывает и говорит, ну стабилизатор в оригинале от 22 тысяч рублей. Я говорю, как от 22? Говорит, ну вот один есть, якобы можно по такой цене купить оригинал. Если под заказ, то в общем вилка идет такая, что от 22 до 62 тысяч рублей раз. Далее, фильтр салонный оригинальный 6600 рублей. Воздушный 3050 рублей. Масло оригинальное 1380 рублей. И на основании этих цифр первым делом может показаться, что ни хрена себе, так вот же можно было купить все гораздо дешевле. Я связываюсь с Саней, говорю, Саня, прокомментирую ситуацию, что здесь может быть. А здесь, ребята, начинается та самая история, которую многие боялись, что кто-то продает левый товар, откровенно, аналоги под видом оригинала. Кто-то, говорит, специально может заманивать ценой. Когда ты начнешь звонить, купить по этой цене ты не сможешь. Это дело в специальную переписку с Александром. Я вам ввожу на экран, чтобы вы понимали. Плюс ко всему, сколько было таких ситуаций, когда люди покупают, как они думают, оригинал, а на деле это подделка, и это потом ведет к попадалову. Я всегда стараюсь быть объективным. Вот вы поймите, я не веду вас там, покупайте скорее запчасти у Саши, или покупайте машину и обслуживайте только у Андрюхи. Здесь самое главное, чтобы вы просто к любому процессу подходили со знанием дела и с пониманием. Так, например, если вы сами где-то что-то нашли, там тот же самый комплект ТО, фильтра, масла и так далее, вы думаете, взвешиваете, имеете ли вы доверие к человеку 100% по той цене, которую вам озвучивают, вы получите оригинал. Сами вы сможете в этом разобраться, убедиться, проверить его, когда вы получите на руки. Ведь это очень важно. Есть моменты, так, например, что на масле однозначно экономить нельзя. Вы уже сами в этом живом примере убедились. Я вот этого правила всегда придерживаюсь. А есть, например, элементы типа тот же самый воздушный фильтр, салонный фильтр. На них можно сэкономить. На масляном фильтре не надо экономить. И таким образом есть ряд компонентов, которые можно заменить на аналоги для того, чтобы сэкономить. А есть расходники, которые на аналоги менять точно не стоит. Поэтому здесь ко всему нужно относиться с головой. Хотя многие люди пишут, а, поставил аналог, значит все, началось краилово, краилово ведет попадалово. Но когда ты меняешь фильтр, опять же, хочется задать вопрос, а реально можно почувствовать разницу воздуха, очищенного от этого фильтра, когда он аналог или он оригинал? Вот это большой вопрос, о котором я предлагаю вам подумать и написать ваше мнение в комментарии. Со многими людьми, с кем я общаюсь, заметил одну простую вещь. Что никто не спешит кричать на весь мир о том, что да мы привозим без проблем, уже наладили цепочки. Все завозят, но стараются делать это по-тихому. Так, например, масло. Пожалуйста, казалось бы, ну масло и масло оригинал. Но вот здесь идет эмблема, которая говорит нам о том, что это масло было сделано для Арабских Эмиратов. Если его перевернуть с обратной стороны, то же самое здесь на арабском все расписано. То бишь, соответственно, вот это масло шло в Арабские Эмираты, но пришло оно ко мне. Меня, как конечного потребителя, это волнует, откуда мне его привезли? Нет, конечно, мне важно лишь одно, что это оригинал и что ценник для меня доступный. Вот теперь давайте посчитаем, сколько всего я дал за это техническое обслуживание, в которое вошло масло, фильтр салонный, фильтр воздушный, фильтр масляный, диагностика, замена, обслуживание. 14 646 рублей я потратил на комплектующие, плюс 2200 рублей я отдал за работы. Итого 17 446 рублей за все про все. Полное комплексное обслуживание. Отсюда встает вопрос. 17 500 рублей за полное плановое техническое обслуживание это дорого или это дешево? Вот здесь делайте выводы. Если покупать вот просто специально только оригинал фильтра, но это могло бы встать там, а сколько там, примерно в 40 тысяч рублей. Можно купить подешевле, думая, что это оригинал, потратить там 25 тысяч рублей на все про все. Ну хрен его знает, оригинал ты поставил или нет. Поэтому я и говорю, ребята, что это пища для размышления для всех. Но мы не забываем, что к этим 17 тысячам надо плюсовать еще 38, потому что я же купил стабилизаторы. Таким образом 55 тысяч рублей. Так плюсуем еще 3200 за его замену. Итого 58 600, короче, округляем в большую сторону 60 тысяч рублей. И вот кто смотрит регулярно, знаю, что как я не поеду на серию, постоянно что-то мы подделываем, доделываем. И многие мне пишут, а на хрена она тебе нужна? Ну ты что, дурак, зачем ты все в нее вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь. И каждый раз в конце серии я говорю, вот теперь она точно в идеале. На сегодняшний день ровно так и происходит. Значит, друзья, отвечаю на вопрос. Я очень сильно прошу вас, послушайте, пожалуйста, внимательно, чтобы не повторять одно и то же. Ведь многие пишут комментарии, даже не слушая, что я рассказываю. Каждая машина, каждое содержание, оно индивидуально. Можно экономить на все, можно что-то не делать. Потому что некоторые элементы, которые я с ней менял, можно было не менять, и так побегает. Я не хочу продавать этот автомобиль в силу того, что то, что я хочу себе купить, сегодня стоит дороже. И, как вы знаете, стало это еще дороже стоить. А те вложения, которые я несу, они меня не напрягают. Потому что я покупал машину не на последние деньги. Я покупал с запасом на то, что вот у меня будет там 500 тысяч рублей на ее содержание. И этот запас еще все так же остается, несмотря на то, что я довольно-таки много там относительно в нее вложил. Более того, вы не забывайте, что я второй владелец. И первый владелец первые три года, что он на ней катался, не вкладывался сюда ровным счетом ни хрена. Это тоже нужно учитывать. Я купил и начал что-то где-то там дорабатывать, освежать и так далее. За три года, что я владею автомобилем, если быть точным, 37 месяцев я им владею. 44 тысячи км я проехал за это время, делим на 37. 1 тысяча 189 километров в месяц. Это мой такой средний пробег. Это действительно очень мало. Именно поэтому я не вижу особого смысла, там, скидываю тачку, когда она, ну, в принципе, она живая, она в хорошем. Четверку я ей лично ставлю прям по полной программе. Предыдущее техническое обслуживание с применением всего оригинального мне обходилось в 14 тысяч 500 рублей. Сегодня на 3 тысячи рублей больше и фильтр салонный воздушный у меня аналог. Так, подчеркну и напомню, что сам производитель BMW фильтра для автомобилей не делает. Он их заказывает на тех самых заводах, откуда ко мне как раз и приехали эти аналоги фильтров оригинала. Я часто читаю одни и те же комментарии. Да зачем ты в нее вкладываешься? Продай ее скорее. Купи себе лучше новый автомобиль. Ну, давайте посчитаем. Продал я ее за 2. Ну, ладно, 2 миллиона 200 тысяч рублей, если мне повезло. Что я куплю на эти деньги? Сегодня на эти деньги можно купить себе Rapid в топе. Можно купить Polo, Cario X-Line. Вот примерно такие автомобили. Купить какого-нибудь китайца, это уже нужно будет еще доплачивать. И доплачивать не 50-100 тысяч. Нормальный китаец сегодня стоит 3-4 миллиона рублей. Задний привод, 3 года я езжу, не намучился. Поэтому, конечно, было бы круто пересесть на паркетник. Сделал бы это с большим удовольствием. Но, глядя на цены, я понимаю, что побегает еще. Побегает. Значит, напоминаю, что у нас официально спонсор этого выпуска Корсис. Ссылочка на них в описании. На всякий случай оставляю ссылку на Саню по запчастям. Консультация. Звоните, пишите. С чем-то не согласны. Вот, с ним напрямую спорьте. Андрюха, не согласны. Напрямую спорьте с ним. Мало ли, там, услуги по техническому обслуживанию хотите, обращайтесь, пожалуйста. Ну и также еще от себя, вдобавок, оставлю контакты на Леху. Леха, это полировка, химчистка автомобиля. Вот такой парень. Все не четко делают. Там 3% из 100 бывает. Негатив, как везде на всех. Что кто-то чем-то остался недоволен. Ну, в целом, все довольны, все ставят пятерки и респектуют. Поэтому следите за вашими автомобилями, и все у вас будет шикарно. Не добавить, не убавить. Все, что хотел сказать, рассказал. Поэтому думайте, делайте выводы, пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте жирный лайк, пишите ваше мнение в комментариях. Точно так же подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. До новых встреч всем. Пока-пока.